Скоро годовщина Рамштайна. Скажите, пожалуйста, год назад вы могли себе представить такие результаты? Ну и какие они? Все что-то немного знают. Общее представление у людей есть. Честно говоря, нет. Год назад мы мечтали в первую очередь об артиллерии. В марте я уже точно знал, что запасов 152-122 калибра, это советские системы, нам с такой интенсивностью боевых действий не хватит. Партнеры старались, помогали находить в других странах, это понятно, но я уже тогда, в марте, начал с ними переговоры о немедленном принятии решения об учебных курсах для наших артиллеристов на 155-мм системе, рассчитывая потом их убедить нам это оружие дать. И второе, тема разговора с нашими коллегами, прежде всего Ллойдом Остином и Беном Уоллесом, министрами США и Объединенного Королевства. Их называют Secretary of Defense, чтобы вместо градов, ураганов и смерчей, которые они нам искали, говорить о передаче М270. Это МЛРС, типа Хаймерс. Тогда это было фантастикой. Мне ответили, Алексей, это невозможно. Сначала. Первое заседание Рамштайна в апреле означало тектонический сдвиг в наших переговорах. Лидерство США. Нужно их поблагодарить за саму идею формата Рамштайна. Они называют его контактной группой. Я называю его Клуб Рамштайн, потому что там уже больше стран, чем участников НАТО. Более 54-х, противовес 31-й. Первые встречи, переговоры, выступления. Меня поразили обращения Ллойда Остина и Марка Милли. Они очень были настроены на победу Украины. И это вдохновляло. Потом уже мы обсуждали сроки, своевременности и так далее. Но тогда мы и представить не могли будущий прогресс в поставках оружия. Эксперты любят говорить о переломе в ходе боевых действий, ситуации на поле боя. Как произошел этот сдвиг, скажем, не сугубо дипломатический, а военно-дипломатический сдвиг в переговорах Рамштайна? Я бы сказал, очень хорошо использовать геймченджер, то есть фактор, меняющий условия игры. На поле боя геймченджером, тем фактором существенным, сначала было предоставление нам 155-й артиллерии. Это произошло в мае. По результатам апрельского Рамштайна, американцы одобрили нам и передали 155-й миллиметр. Это М-37-ки. Его называют М-777. Наши ребята называют его три топора. По-разному. И это открыло окно возможностей, чтобы и другие страны давали нам 155-й миллиметр. Дальше пошли французские Цезари, немецкие Панцергаубица 2000, М-109, Т-РФ, крабы польские, Сюзанны Словацкие и так далее, и так далее, и так далее. То есть у нас 9 систем сегодня. В июле вторым геймченджером серьезным решением стала передача Хаймерсов и М-270-х МЛРС, поражающих врага на расстоянии 80 километров. Это вдвое-втрое дальше обычной артиллерии, что позволяет уничтожать важные цели. Например, склады с амуницией, топливом и, главное, командные пункты. Прилетало туда, где они не ждали. Это позволило провести много операций. В частности, и подготовка по Херсону, уничтожение дамп, мостов, переправ. Все это в клубе Рамштайн укрепляло желание нам помочь. Именно потому, что мы, наши представители сектора безопасности и обороны, силы обороны, демонстрировали способность быстро владевать иностранной техникой. Наши военные приезжали на курсы и всех удивляли. Обычно подготовка на сложных артсистемах три месяца. Наши же это делали за три недели, за 21 день. Причем не формально, а реально. Они отказывались через 8 часов идти отдыхать. Говорили, учите дальше. 10-12 часов, сколько будет нужно. Высокий моральный дух, желание научиться управлять техникой и вернуться на поле боя. И остальных систем это тоже касается. Иностранцы постоянно повторяют. Мы в восторге от ваших ребят. То же и в Стокгольме. Шведы учат наших работать на CV-90. Это одна из суперсовременных бронированных машин. Говорят, фантастика. Шведский язык не знают. Английский не все знают. С украинскими переводчиками не очень. Выучили шведские слова, с инструкторами нашли общий язык. Из них уже выросли наши инструкторы. Шведы говорят, надо оставить кого-то из ваших, чтобы учить следующей группе украинцев. Наши иностранные партнеры видят, как мы быстро учимся. Потому что хотим этого. И как мы применяем знания на поле боя эффективно. Не просто в небо, как в монету. А реально четко. Первые две установки «Хаймерсов» мы получили 24 ракеты всего. Это делали специально, чтобы проверить, как мы будем справляться, выбирать цели. Не палить, как 152-м калибром по советскому образцу, а как хирург, скальпелем, филигранно в нужном месте делает надрез. Так и здесь, в конкретном месте нанести удар. Это подтолкнуло к следующим решениям в пользу Украины. Три топора, три семерки, трипл севен стали геймчейнджером. Какими словами вам намекнули, ну или прямо сказали? Вот вам будут пушки. Не помню уже, какими словами, но помню свои эмоции. Каждый раз, когда я что-то новое просил у наших партнеров, каждый раз я слышал «нет» или «это невозможно» или «не сейчас» или «просто» уклонение от прямого ответа. Начиналось все с тингерами, которые я просил в ноябре 2021 года. Мне ответили «нет, это невозможно», «не разрешает закон», «политика». А в январе мы первые стингеры привезли из Литвы, от наших литовских друзей с согласия американцев. И в следующий раз, когда мне говорили «ноу», я слышал «ес», но завтра. Интересно наблюдать улыбку того же уважаемого Ллойда Остина, сопровождающую слова «Алексей, мы приняли решение дать вам такой-то вид оружия». И я вижу, что он старается выглядеть серьезно, он эмоционально сдержанный, что у него смеются глаза, потому что он понимает. Мы с ним обсуждали это несколько месяцев назад, и ответ был «нет», а теперь «да». Но ничего не объясняет, например, мы думали, но вот передумали. Нет-нет, это всегда звучит так серьезно. Решение принято, вы получите такое-то количество. Учения начинаются тогда-то. Все четко и строго, но я уже его знаю, мы достаточно время знакомы, и я вижу, что он на самом деле доволен. Он рад за нас, потому что он на нашей стороне. В этом нет сомнений, Ллойд Остин и Марк Милли, они реально болеют за Украину. Не забывайте, они же военные профессионалы. Ллойд Остин тоже очень известный генерал. У него был внеармейский период до того, как он занял пост министра. У них тоже требование министра должен быть гражданским лицом, гражданский и демократический контроль. Кажется, минимум пять лет должно пройти, чтобы перестать быть военным. Но все равно его генеральский стержень мощный, и он, как профессионал, разделяет наши успехи на фронте. Три семерки стали переломным моментом в переговорах. Они разблокировали фактически поток западного оружия в Украину. Но хаймерсы, по крайней мере так специалисты утверждают, стали реальным геймчейнджером на поле боя. Они нарушили логистику, уничтожили ряд пунктов принятия решений, как любят говорить оппоненты Украины. Мы надеялись, и западные эксперты были преисполнены оптимизмом, что нам дадут более мощные боеприпасы AT&CMS в народе Атакамсы. Почему застопорилось дело? Почему до сих пор нет? Есть какая-то надежда? Во-первых, прокомментирую утверждение, что реальным, настоящим геймчейнджером стали хаймерсы. Я не согласен с экспертами, они не изучили ситуацию до этого. Геймчейнджером прежде всего стала артиллерия 155 мм. Объясню почему. Нехватка снарядов 152-го калибра. Выпускать их не успевает никто в мире, а я имею в виду дружественные страны. Чтобы вы понимали возможности стран Восточной Европы, бывшего социалистического лагеря, у которых на вооружении в свое время был, это страны Варшавского договора, 152-й мм и 122-й. Это наши друзья, словаки, поляки, чехи, болгары, румыны. Все их заводы могут производить максимум 50 тысяч в месяц. Максимум. Все вместе. Умножаем на 12 и получаем 600 тысяч в год. Если два калибра, 152-й и 122-й, то пополам. 300 и 300. На год. Интенсивность же боевых действий со стороны россиян по всей линии фронта, когда она была длиннее. В день они выпускали на головы украинским защитникам и защитницам около 60 тысяч снарядов различных калибров, всех типов. 152-й, 122-й, 120-й, 80-й. 60 тысяч в сутки. Просто вдумайтесь. В ответ мы старались и удерживали фронт. У нас было и 20 тысяч в день. Теперь умножайте. 10 дней — 200 тысяч. 30 дней — 600 тысяч. То есть за месяц в экономном режиме выстреливается столько, сколько за год может Европа произвести. И уже в марте мне было понятно и моим заместителям, особенно Владимиру Гаврилову, мы это обсуждали с Валерием Залужным, надо искать альтернативу. Если бы у нас закончились снаряды, то наша артиллерия не могла бы вести контрбатарейную борьбу. Это означает доминирование их артиллерии, разгром наших фортификационных сооружений. Они идут в наступление и все. Нечем их остановить. Так что когда мы получили 155-й миллиметр и начали вести контрбатарейную борьбу, разбивать их артиллерию, то изменили расстановку сил на поле боя. Более того, 155-я артиллерия позволяет вместо 10-ти выстрелов квадратно-гнездовым, как говорят военные, двумя выстрелами наносить урон. И на расстоянии 30-40 километров с хорошими снарядами. Вот это и был геймченджер. Просто эксперты плохо домашнее задание выполнили. Может потому, что хаймарсы распиарили? Хаймарсы – это второй фактор. Второй. Они дали возможность подготовить контрнаступательные операции на определенных направлениях. В первую очередь на Харьковском и Херсонском. Хаймарсы позволили поражать на расстоянии их командные пункты амунишн-депо, склады боеприпасов и разрывать логические цепочки. Таким образом, отодвигать их. Когда мы начали применять артиллерию 30-40, было то же самое. Они отошли на 40 километров. Потом на 80. Сейчас это уже 120 километров. Они уже учатся. Россияне. Это усложняет им логистику. Но теперь мы уже хаймарсами не дотянемся. Нужно 150 и больше. Теперь, что касается атакамцев. Тут несколько моментов. Во-первых, 300 километров – способность поражения. Это обеспокоит наших партнеров. Они рассматривают это как повод к очередной эскалации и не хотят допустить возможного обострения конфликта. Мы им говорим – да куда уже больше? Они терроризируют Украину, массированными ракетными ударами разрушают критическую инфраструктуру. Хотели зимой нас погрузить во тьму, холод, оставить без тепла, воды, водоотведение, канализации, без ничего. А украинцы ответили – без воды, тепла, света, но только без вас. И мы выстояли. Но там прогресс постоянный. Надо понимать, что решения наших партнеров дружественных стран зависят от внутренней повестки дня в их странах. От настроения населения, политических партий и сил, влияющих на местные парламенты, конгрессы, сенаты, сеймы и так далее. Они, в свою очередь, влияют на правительства, на премьеров, президентов и так далее. Поэтому каждый раз, принимая решения, они взвешивают как внутреннюю, так и реакцию стран-партнеров. Для них очень важно сохранять единство двух альянсов – НАТО и Евросоюза. Россияне очень рассчитывали, что этого единства не будет, что они порвут на конфетти эти два союза и, отсеивая по очереди, ослабят поддержку Украины. Расчет был на газ в Европу, в частности, Германию, на нефть, деньги и тому подобное. К счастью, этого не случилось. Сегодня страны НАТО едины, как никогда, кроме одной, которая там сидит – Штрейкбрехер. Мы о ней еще поговорим. И очень сплочен Евросоюз. Здесь расчеты России не оправдались, но каждый раз, когда партнеры принимают решение, они должны его, условно говоря, обсудить между собой. Поддерживают ли все этот подход и будет ли он эффективным? Все говорят о батакамсах. Я вас спросил об батакамсах. Думаю, это очень важный вопрос для украинцев. Несколько месяцев назад была новость, что Вашингтон пошел на уступки, и Украина получила не атакамсы, но управляемые бомбы «Боинг». Дальность действия которых 150 километров, если не ошибаюсь. Какая ситуация? Получили или они в производстве, они еще на заводе? Они в производстве. Да, это новые разработки. Главное, что есть политическое решение, они профинансированы. Надо уметь читать сообщения американцев о предоставлении нам очередного пакета помощи. Они делятся как минимум на три типа. Когда звучит «Presidential Drawout», это означает, что прямо здесь и сейчас со склада что-то передадут. На указанную сумму и согласно оглашенному перечню. Когда звучат другие аббревиатуры, это означает, что заказ передают производителям, выкупают и через определенное время будут поставки. Или же «снято со склада, но будет возмещено». Это обязательно, чтобы не ослабить свою обороноспособность. Так что многие позиции из анонсированных пакетов в процессе подготовки и передачи нам. Ну а сроки известны или это секретная информация? Я просто сейчас не готов, не помню. У меня столько дат в голове по каждой позиции. Просто скажу, что некоторые даже не на 23-й, а на 24-й год уже заказаны для нас. Это показатель оптимизма или они готовятся к продолжительной войне? Думаю, это говорит о том, что они осознанно, прагматично подходят. Понимая, даже если война и закончится в этом году, то это не означает, и это логично, что россияне дружно сядут в какую-то очередную разработку Илона Маска и полетят в космос. Они останутся нашими соседями, то есть угроза останется. В стратегии НАТО, утвержденной на мадридском саммите на 10 лет, определено, что одна из главных угроз для НАТО – это Россия. The Main Street. Украина продемонстрировала всему миру, что мы единственная страна с боевым опытом, не теоретическим, а практическим, как можно останавливать россиян, разбивать россиян и гнать их с наших земель, используя в частности и западные образцы оружия. А это значит, там прекрасно осознают, что мы с вами – восточный щит Европы, мы с вами – восточный щит НАТО, европейских стран. Следовательно, в их интересах им выгодно оснащать нас. Как минимум, обеспечивать оружием и другими вещами, связанными с обороной. Чтобы мы этот щит укрепляли, держали. Если вспомнить все фильмы о войне с орками, мы и есть та стена, сдерживающая орков. Так что это логично – думать, какое вооружение у нас будет и завтра, чтобы мы держали оборону. Ну, что касается боеприпасов. Когда вы стали министром, то практически буквально пришли на выжженное поле. Балаклея, а до этого Сватова, Калина, Вкаичня. Честно говоря, украинцы тогда скептически отнеслись к тому, что за этим могут стоять россияне. Думали, что это халатность, отголоски советчины. Ну, не будем говорить о причинах, но по факту склады были уничтожены. Много боеприпасов, таких необходимых сегодня, было просто уничтожено. Если бы Рамштайна не было, или он оказался нерезультативным, на сколько бы хватило ресурса, сколько бы выдержала Украина? Очень драматичным был бы финал. Мы бы уже летом вели партизанские войны со стрелковым оружием. У нас артиллерийских боеприпасов уже бы не было. Два месяца где-то. Скажем так, летом уже все. Но благодаря западным боеприпасам, плюс они помогают нам и с боеприпасами советского образца, просто в других объемах. Это позволило нам сделать замещение. К примеру, когда получили ту же 155-мм артиллерию, то существенно сократили использование 152-го или 122-го калибра. С января вся мировая пресса, все крупнейшие издания, так или иначе, от лица экспертов или своих аналитиков, говорят о контрнаступлении. Все его ждут, все знают, что оно будет. Украина, ну ее официальная позиция, что она будет каждый сантиметр своей земли отвоевывать и возвращать. Так мы видим свою победу. И тут президент Зеленский заявляет, мы не можем, не хватает оружия. Какие перспективы? Что говорят ваши коллеги, участники этих переговоров? Как говорит генерал Марк Милли, когда у тебя война, тебе постоянно чего-то не хватает. Это логично. You will not have enough. Конечно, мы благодарны партнерам за поддержку. Искренне. Мы консультируемся с ними, в том числе и по вопросу контрнаступления. Очередного. Напомню, почему мир поверил в это контрнаступление. Потому что мы уже это сделали на Харьковщине и Херсонщине. А до этого на Киевщине, Черниговщине и Сумщине. И россияне всему миру продемонстрировали, как они это называют. Жест доброй воли. Вот мы их и готовим к очередным жестам доброй воли. Как это было на острове Змеином. Но серьезные контрнаступательные операции требуют ресурсов. И не только человеческих. И не только количества, но и качества. Людей надо подготовить, научить. Тех, кто будет на тех направлениях. И вооружить, соответственно. Мы прагматично рассчитываем оружие, бронетехнику, танки и все необходимое. Боеприпасы на каждое подразделение. Почему это важно? Почему президент заявляет западным партнерам, что мы еще не готовы? Потому что ждем, что нам дадут больше. Главное отличие украинцев от россиян, прежде всего как нации, а также военно-политического руководства, для нас человеческая жизнь – наивысшая ценность. Это значит, что жизнь наших воинов, наших защитников и защитниц – самая большая ценность. Наша задача – отвоевывать свои территории, сохраняя жизнь наших ребят. У россиян такого нет. Они используют своих военнослужащих, как пушечное мясо. Это тактика мясорубки. Волнами бросать, как в районе Бахмута. Уже седьмой месяц наступают. По метру отщипывают, но оставляют на поле боя сотни и сотни солдат. В среднем, по нашим оценкам, за день под Бахмутом они теряют 500 человек. Это раненые и убитые вместе. 500 за сутки. Только вдумайтесь. Вагнеровцы, уголовники, освобожденные зэки и просто военнослужащие волнами идут и ложатся, ложатся, ложатся. У нас другой подход. Поэтому нам нужно оружие в необходимом количестве и качестве, чтобы в ходе контрнаступления беречь жизни, минимизировать потери. Это для нас очень важно. Каждый солдат должен быть подготовлен. Если у него есть навыки владения оружием в сочетании с моралью, то он непобедим. Камнем преткновения сначала были системы ПВО. Мы знаем, что Украина вот-вот получит патриоты. Самые дорогие системы в мире, наверное, на рынке боевой техники. Но остается еще один камень преткновения – авиация, самолеты и истребители. Как с этим? Что говорят? Есть ли перспективы? Пилоты тренируются, но самолетов нет. Вы абсолютно правы, когда мы озвучиваем наши потребности, то выделяем приоритеты. Приоритет номер один был и есть – противовоздушная оборона, air defense system. Мы это подчеркиваем на уровне президентов, премьер-министров, моем уровне, руководителя офиса президента, Министерства иностранных дел. Мои коллеги, все мы говорим, что наш приоритет номер один – air defense system. В первую очередь нам нужно защищать наши села, города, гражданское население. А для этого одного патриота, одной установки или системы недостаточно. Их должно быть больше. Нам нужно закрывать наше небо. Но наличие различных систем малой, средней и большой дальности не означает, что небо на 100% будет закрыто. Есть установки противовоздушной обороны типа Iris T, Crotale, Nassams, Patriot, Gepard, включая ПЗРК, переносные зенитно-ракетные комплексы, стингеры, перуны, иглы, стрелы и так далее. Но важнейшая составляющая противовоздушной обороны – авиационные платформы, самолеты. Потому что истребитель способен сбивать иранские дроны и крылатые ракеты. Наши пилоты это умеют делать. Они это доказали, они это делают. Даже на старом советском МиГе-29 у нас уникальные пилоты, поэтому нам крайне важно иметь последние 4+, или 4++ поколения современных самолетов. Используя глаза, радары, они будут видеть дальнюю цель и поражать ее максимально точно. Мы ведем переговоры с партнерами по таким авиационным платформам, боевым самолетам, как угодно называйте. Конечно, идеальный вариант F-16. Почему? Во-первых, это современная модель 4+, у них есть модификации. Во-вторых, самолетов F-16 много в разных странах. Они у всех партнеров есть. А это значит, что в случае принятия решения создания авиационной коалиции, как танковой, артиллерийской коалиции, каждая страна сможет нас поддержать тремя, пятью, десятью самолетами. Обслуживанием, запчастями и так далее. Второе, наверное, по приоритетности, я бы сказал, это шведские гриппины. Производство компании СААП. Это тоже современные платформы и очень интересные. Думаю, нашим пилотам они бы очень понравились. А третье, это европейские разработки, прекрасные и Рафаль, и Еврофайтер, и другие. Тайфун британский? Тайфун, да, и так далее. Но принципиальное решение затягивается по самолетам, по некоторым причинам. Мое мнение, они не столько политические, сколько прагматично-технические. И да, это самая дорогая система, даже в сравнении с танками. Обслуживание самолета, обеспечение запчасти, инженеры и прочее. Это означает, если партнеры примут решение дать нам самолеты, то они осознают, что будут платить за это из своих бюджетов. Им нужно оценить свои возможности. Не остановить помощь в том объеме, который мы получаем. Продолжить программы, плюс добавить самолеты. Надо еще посчитать расходы на боеприпасы к ним. Мы же ракеты будем использовать, и запасы этих ракет нужно будет пополнять. А это деньги, очень большие деньги. Речь даже не о сотнях миллионов, а о миллиардах. Каждый раз. Это, я думаю, принципиальный момент препятствия на пути к принятию решения. Потому что предварительно мы получили позитивные сигналы о возможных тренировочных миссиях. И, соответственно, решение, какая это может быть боевая платформа. Но следующий вопрос – запчасти, обслуживание, подготовка. И главное, есть важное такое слово в их употреблении – sustainable. Как же его точно перевести? Стабильный. Да, классно, стабильный. Стабильный режим поддержки обеспечения. Например, американцы в мае прошлого года дали нам три семерки. Они каждый день контролируют запасные стволы, запчасти, масло, газ, все, что необходимо. Постоянно поддерживают эти три семерки. Мы их получили за их деньги, понимаете? Они очень ответственно подходят. Если уж приняли решение выделить такое-то оружие, то они его поддерживают. Так что решение по самолетам непростое. Танки. Танковая коалиция. Леопарды еще не стреляли, а в Москве уже пылало. Расскажите, что происходило за кулисами танковой баталии? За этим следил весь мир и каждый украинец. Каждый из нас мечтал о леопардах, а об абрамсах даже не мечтал. Это интересный вопрос. Мы долго убеждали их насчет танков, как и самолетов. Партнеры долго не соглашались. И тогда я понял, что они не идут навстречу, потому что мы не могли объяснить им, зачем нам танки. Имеется в виду современные. Ответ был один. Ребята, у вас же есть танки в достаточном количестве. Советские. В основном Т-72. У вас свои запасы. Плюс много передали партнеры. Польша, Словакия, Чехия. Внушительное число. Воюете. И когда я понял, говорю. Ни на одной встрече на нескольких. Друзья. Советские танки стреляют 125-м калибром. Его не выпускают в Украине. И на ваших заводах не выпускают. Страны Варшавского договора перестали выпускать 125-й калибр с переходом на современные танки натовского образца. Там 120-й калибр. А достать 125-й уже тяжело. Супер тяжело. Это означает, что танки-то будут, а стрелять нечем. Поэтому мы вас просим принять принципиальное решение перевести Украину на основной боевой танк со 120-м калибром. А теперь давайте посмотрим, каких танков больше всего в мире. Конечно, стало понятно, что больше всего леопардов. И они есть у многих стран. Первые леопарды со 105-м калибром, а следующие со 120-м. Тогда еще министром обороны Германии была Кристина Ламбрехт. Она приезжала к нам в гости. Я ее встречал и возил в Одессу. В хороших были отношениях. И я говорю, давайте хотя бы начнем обучение на ваших танках. Больше того, я договорился с испанкой, министром Испании. Она давала 10 леопардов, которые стояли в Латвии, а министр обороны Латвии давал полигон инструкторов. То есть на испанских леопардах будем учить наших танкистов. Говорю, давайте начнем учение. А когда будет решение, то и будет. А моя коллега, госпожа Кристина, возражает. Если будут учения, это обязывает нас дать вам танки. Но мы по политическим соображениям не можем. У нас остаются сомнения, связанные со Второй мировой войной. Не могут немецкие танки первыми быть в Украине, пока партнеры не примут совместное решение. Это должно быть решение Альянса. Мы зашли в тупик вроде бы. Но потом пришлось поговорить с польским министром Мариушем Блащаком и господином Лакорню, французским министром. Уважаемым Беном Уоллесом и Ллойдом Остином. С этими четырьмя ключевыми игроками я провел переговоры. Объяснил им ситуацию. Мы пришли к такому формату. Польские друзья готовы дать свои леопарды Украине. Немцы, дайте согласие. Это прозвучало в публичном заявлении президента Польши Анджиа Дуды, если не ошибаюсь, во Львове, во время визита в Украину. Параллельно Себастьян Лакорню убедил президента Макрона. Он выступает с публичным заявлением, что пожимает руку Зеленскому и дает АМХ-10, легкие танки французские. Ему не нужно ничьё согласие. Параллельно британские друзья заявляют на переговорах премьер-министра с нашим президентом. Челленджеры британские готовы защищать независимость и неприкосновенность Украины на полях российско-украинской войны. Мы готовы запустить учебные курсы. И американские друзья говорят, абрамсы тоже к вашим услугам. Батальон готовим. Да, его надо подготовить. Это сложные системы. Мы приезжаем на Рамштайн, устраиваем ланч, так называемый танковый ланч, с господином Марьюшем Блащаком, нашим польским коллегой. Он уже даже не министр, а целый вице-премьер-министр. И начинается беседа. Новый министр Борис Писториус, министр обороны, второй день, как в офисе, как он выразился, только назначен. Он говорит, мы еще решение не приняли. А Бен Уоллес ему, дружище, мы все равно уже обучаем украинцев. Кстати, на немецких полигонах. Французы дают, поляки готовы, американцы готовы, мы тоже готовы. Давай хотя бы начнем с тренировочных миссий. Мы дожали тренировочные миссии на леопардах. Немцы сказали, хорошо, тренировочные миссии мы, наверное, одобрим. Другим странам разрешим проводить учения на леопардах. И в конце того Рамштайна, фактически в заключении, Ллойд Остин предоставляет мне слово. Я всех поблагодарил за такой насыщенный день и сказал, что мне кажется, я слышу, как уже рычат леопарды. Это я цитирую. На английском «Roring» – рычат леопарды. Все посмеялись одобрительно. И Борис Писториус понял, что без вариантов. И буквально через несколько дней. Я так понимаю, он вернулся с канцлером Шольцем. Они приняли политическое решение и объявили, что леопарды будут. Только прозвучало, что леопарды вторые будут. Сразу начала формироваться танковая коалиция. Немцы были заинтересованы в лидерстве. Они начали подтягивать Нидерланды, шведов, испанцев, португальцев, канадцев. Все сказали, мы понемногу даем леопарды. А там и леопарды первые подоспели. Так родилась танковая коалиция. Очень интересно про Абрамсы. Про леопарды много сказано. Вот Абрамсы, все знают, что они будут где-то осенью. Конец лета, начало осени. Что они будут делать? Какие задачи выполнять на поле боя? Украинцы не очень понимают. Что мне удалось прочитать в западной прессе, так это то, что американцы будто бы снимут часть брони, содержащей обедненный уран, и не дадут боеприпасы с обедненным ураном, которые способны поражать такую броню. Объяснение следующее. Экспортируя такие танки, они всегда это делают. Это их секретное оружие и секретное оснащение. Они всегда снимают это с Абрамсов. И тут британцы, отвечая на запрос прессы, заявляют, что будут давать снаряды с обедненным ураном. Это подхватывает Путин сразу же. Но новость как раз совпала с визитом Си в Москву. Об этом все заговорили. Вы знали, что будут эти снаряды бронебойные? Как об этом договаривались? Во-первых, это большое преувеличение. Боеприпасы с обедненным ураном. Никакого отношения к ядерному оружию они не имеют вообще. Просто там слово «уран». Вот, например, слово «протест». У него три значения. Есть протест «уличный», протест прокурора, когда он письменно оформляет акт прокурорского реагирования. А есть протест «векселя» — фиксация нотариусом неуплаты. Во всех примерах слово «протест» имеет разное значение. Также и слово «уран». Это еще и планета, кстати. Поэтому, когда говорят о боеприпасах с таким типом урана, то имеют в виду снаряды высокой проникающей способности для уничтожения техники врага. Все, точка. Там нет радиационного фона. Это надуманная история. Конечно, в Кремле ищут любой повод обвинить Запад в очередном пересечении красной линии, эскалации. Шантажировать, блефовать, говорить «ну все, наше терпение лопнет, и мы нажмем на ядерную кнопку» или что-то в этом роде. У них других вариантов просто не осталось в Кремле. Все их истории шантажа работали лет 10-15 назад. Напомню, в 2008-м у Украины была реальная возможность стать членом НАТО. И у грузин тоже. Но тогда побоялись. Во главе с Германией, в частности, канцлером Ангелой Меркель. «Не будем провоцировать Россию». Страх провоцировать Россию – лучше вести с ней бизнес и покупать газ. Вот как это работало. Россияне застряли в своем старом мироощущении. Они думают, мы их настращаем, и они будут бояться нас провоцировать. Вот и все. Меня просто интересуют тактико-технические характеристики этих снарядов. Мы разобрались, что это не ядерное оружие. Мы с вами гражданские лица. Я бы на этом остановился и не вникал в тактико-технические характеристики снарядов. Я не знаю их до конца. Они пробивают броню российскую. Вот научатся наши ребята, начнут использовать. Генеральный штаб будет знать, куда их направить. Сейчас, чтобы я вам не ляпнул, это будет именно что ляпнул. Честно скажу, не стрелял. Но челленджером уже управлял, сам лично. Я ездил. Могу вам рассказать, как управлять челленджером. Пробовал. Не кувалдой заводится? Нет, я проконсультировался с ребятами, которые уже прошли учения на челленджерах и помогали освоить мне. Приехал на полигон, сел и поехал. Мне было легче, потому что я всю жизнь, ну не всю, а часть, увлекался трофи-рейдами, автоспортом, принимал участие в чемпионатах Украины и даже имел честь быть победителем, чемпионом Украины. Я мастер спорта, я знаю, что такое ездить по бездорожью, по грязи, по болоту. Поэтому от процесса я получил удовольствие. Что касается управления, можно сравнить... Я спросил у ребят, можно сказать, что это как пересечь с «Жигуля» на «Мерседес». Мне ответили, нет, господин министр, как на «Роллс-Ройс». Это так и есть. Американцы раскрывают спецификацию танков своих «Абрамсов»? Военным нашим – да, но, честно, я не вникал. Если в каждой детали разбираться, то мне не хватит объема моего мозга. Мне есть чем заниматься. Давайте вернемся к переговорам. Вы говорили о единстве. Это то, что ставят во главе и блок НАТО, и экономическое объединение «Европейский Союз». Они все заинтересованы в единстве. Это понятно. Не будет единства, не будет гарантии безопасности, как бы это ни звучало. Но на доске есть две фигуры, в западном мире две фигуры. Одна – троянский конь, другая – темная лошадка. Темная, как по мне, это Израиль, а вот троянский конь – это Венгрия. Что с ними? Вы знаете, об Израиле я бы сказал так. Его не воспринимают как члена европейского сообщества. Я никогда нигде не слышал, что он – часть Европы. Ну, это страна американской орбиты. Вот. Страна американской орбиты или цивилизованного мира. Но это и другие страны. Япония, например, Южная Корея, также Сингапур и так далее, и многие другие. Не только Израиль. Все знают, что в Израиле классные технологии, в частности защитные, от военных угроз. Мы ведем с ними переговоры. Они очень тяжело принимают решения, потому что у них сильный внутриполитический фактор. Мы об этом говорили вначале, что в каждой стране политик принимает решения, исходя из внутренних интересов. Пророссийского населения в Израиле значительное количество. Естественно, местные партии это учитывают. Они ищут любой повод, чтобы показать. Помогать Украине открыто – это нарушать внутригосударственные балансы и многие риски. Так что Израиль пока остается страной, которую необходимо агитировать, с которой необходимо дискутировать. Мы это делаем системно, но пока для себя понимаем. Сегодня мы на них не рассчитываем. Ищем альтернативы. Когда не удается найти нужный ресурс, не стоит опускать руки. Стоит подумать об альтернативе. Чем можно это заменить. И находишь. И все. Вот и все. Нет смысла упираться лбом в Израиль. В Венгрии тут все понятно. Мне кажется, что сегодняшняя политика, позиция руководства грозят Венгрии сепарацией от европейского сообщества. Это им несколько раз уже демонстрировали, когда лишали финансирования. Мы это помним. И они сразу «Ой, мы не это имели в виду». Думаю, это не может не раздражать партнеров. Возникает логичный вопрос. Если ты не член команды, то что ты здесь делаешь? Думаю, этот вопрос может стать в будущем. Но есть перспектива. Не все политики Венгрии такие. Мэр города Будапешта другой. Я смотрел видео «Многочисленные марши украинцев, временно перемещенных лиц с флагами, песнями». Он разрешил официально массовые демонстрации в Будапеште. На площади стояла сцена, где выступал мэр в поддержку украинцев. Это означает, что в Венгрии есть политические антикремлевские силы, проевропейские, проукраинские. Уверен, что и с Венгрией мы будем жить как с нормальным соседом. Это нормально. Но вам приходится вести политический диалог с действующим правительством. Мы знаем, какое оно. Кстати, министр обороны не очень публичная персона. С предыдущим министром я хотя бы был знаком. Мало того, я лично один из первых визитов своих официальных после назначения сделал в Будапешт. Общался с министром обороны и главнокомандующим. Мы вместе с Валерием Залужным тогда полетели. Это было до вторжения. Продемонстрировали им, что мы готовы к нормальным отношениям, сотрудничеству. Что можно найти решение всех недопониманий. А новоназначенный вообще не проявляет инициативы. Не знаю даже, как он выглядит. Ни малейшего контакта не было. Будете пробовать наладить отношения? Я же не против. Дело не во мне. Я не против. Я только за. Но пока у них команда главы правительства, они все вот так, понимаете? Что здесь хорошего? Из-за их вета не работает комиссия Украина-НАТО уже столько лет. Наложили вета венгры. Все встречи в Брюсселе проходят. Мы приглашены. Несмотря на их вета, мы встречаемся со всеми странами НАТО официально, с господином Столтенбергом и другими участниками. Я выступаю на заседаниях. Представитель Венгрии, посол, сидит и слушает. На самом деле мне их жаль. Не понимаю, как им не стыдно. Они же теряют субъектность. Это все наблюдают. Вы европейская страна. У вас нет субъектности. Вы подыгрываете Кремлю. И все это видят. Венгры своей политической игрой унижают себя, унижают свой народ. А народ не виноват. Нормальные люди. Мы же соседи. Между нами никогда не было исторических проблем. Сколько межнациональных браков на Закарпатии. В чем проблема? Притесняют по языковому признаку? Это вздор. У нас больше ста народностей и национальностей в Украине. Ста. Какие проблемы? Есть государственный язык, украинский. А дома говори на каком угодно языке. Болгарском, еврейском, польском, греческом, крымско-татарском. Любом. Русском, венгерском. Ну, последний вопрос, разве что будет еще уточняющий. Есть ли страны, которые тайно помогают? Есть. И не хотят светиться? Есть. И вы их не назовете? Не могу. Они же тайно это делают. Это небольшие страны. У них ограниченные запасы того или иного. Поэтому они решительнее, смелее того же Израиля. Они предоставляют нам пакеты помощи, но просят об этом публично не объявлять. И другой вариант. Есть страны, у которых официально по Конституции нейтральный статус. Например, Швейцария или Австрия. Но меня удивляет, что они выпускают очень много оружия. Каждый раз удивляет. Вы соблюдаете нейтралитет, но оружие производите. Определитесь, наконец? А делятся? Делятся? Нет. Официально нет. Скажем так, по большому счету, здесь нет интриги. Большинство стран, которые помогают, делают это открыто. Просто есть виды оружия, которые мы не раскрываем, чтобы враг не знал, где, когда и что ему прилетит. Секретность по тактическим соображениям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова